Донецкая почта Донецкая почта Донецкая почта Донецкая почта Донецкая почта Донецкая почта Можно ли было серьезно говорить о существовании Донецкой Республики в том виде, в котором ее представлял Пургин, и после этой так называемой русской весны можем ли мы дальше серьезно относиться к организации ДНР? Я опять повторюсь, что никакой организации ДНР, ну какого-то как территориального образования, даже и организации, собственно говоря, не существует. Возможно, она существовала где-то как общественная организация, зарегистрированная в украинском Минюсте где-то, возможно. Но как некое образование, возможно, она существовала и существует в головах отдельных деятелей. Тем не менее, это влияет на колоссальное количество людей. Это не влияет. А что влияет? Влияет то, что мы имеем по факту. Мы имеем по факту установление оккупационной администрации колониальной в нескольких прихраничных районах Донецкой области. Все, что мы видим. Никакой Донецкой Криворужской Республики нет, потому что нет ее и в головах людей. Потому что, ну как ты поедешь, допустим, в Днепропетровск и расскажешь людям, ребята, вы же представители Донецкой Криворужской Республики или в Харьков. В Кривом Роге, например. Да, какая республика. Никто не понимает это. Была игра на пророссийскости определенной. Кто-то хотел, да, быть частью России. Но какой-то ДНР, что это, где это. Тем не менее, задолго до начала, так называемой русской весны. Это как форма управления этих территорий. То есть, этих районов. Вот Российская Федерация решила, что это будет форма какая-то ДНР, чтобы напрямую как-то этим не управлять. Хотя все понимают, что военная техника, что ресурсы. Об этом говорят сами лидеры так называемой ДНР. Хотя, кто лидер ДНР? Хорошо, гипотетически представим, если завтра не будет Донецка. Будет ли существовать ДНР в том виде, если не будет города Донецка? Тогда какой смысл существования аббревиатуры ДНР, если нет буквы Д? ЛНР, какой смысл существования? То есть, это ты сводишь к тому, что неважно, если будет Харцизк только у них, то ДНР все равно продолжит существовать? Я же говорю, для меня оно не существует в любом виде. Хоть это будет Харцизк, хоть это будет Шахтерск, хоть это будет какая-то Мросиевка, приграничная. Этого нет. Надо это запомнить просто. И все понимают, даже лидеры так называемого ДНР относятся к этому образованию презрительно, кроме, может, господина Захарченко, который не может откровенно презрительно к этому относиться. Всякие боевики, Ходоковский, Бездлер, они открыто называют это банановой республикой, непонятно чем. И прекрасно отдают себе отчет, что это никакое не территориальное образование, это непонятно что. Ну и прямо они не могут сказать, что это форма оккупационной администрации. А когда называешь это своими именами вещи, что это форма оккупационной администрации, какая-то тоталитарная секта, может быть, я не знаю, религиозная. Религиозная. Это да. Тогда это все становится на места. Но какой-то донецкий народ непонятный, который на основе шахт появился, это какой-то бред. Это даже русские националисты понимают. Насколько тогда можно говорить о том, что любой здравый смысл, он является крушительным, таковым, который разрушает саму суть этого некого феномена ДНР. И что получается, что люди невосприимчивы к этому здравому смыслу? Так, причем кто людей спрашивал? Были какие-то выборы разве? Кто вообще людей спрашивал о лояльности к этому образованию? Я уверен, что и сейчас мало кто понимает вообще, что это, что происходит на тех оккупированных территориях. Даже под давлением пропаганды этой они не воспринимают себя как какой-то ДНР. Они понимают, что мы вот вошли в сферу влияния России, тут есть Россия, Украина, где-то мы посредине находимся. Удивительно, как на прошлой неделе некоторые школьники писали письма депутатам Госдумы Российской Федерации с просьбой включить эти школы в состав Российской Федерации. Но еще один интересный аспект, это то, что сама группировка ДНР, все-таки я ее вижу как группировку, хотя ты со мной не согласен, эта группировка сегодня вызывает отторжение у многих наших земляков, потому что она использует те же методы, что использовала и партия регионов. Они заставляют людей вывешивать флаги организации ДНР на своих магазинах и в кафе. Они в обязательном порядке заставляют твой коллектив, если у тебя коллектив больше 10 человек, вступать в эту организацию. То есть это те же методы административного принуждения, которые были и во времена Виктора Януковича и его команды в Донецке. Тогда против чего они митинговали и против чего они выходили? — Смотрите, КПСС — это что? Это какое-то территориальное образование или какая-то тоталитарная секта? — Это политическая партия. — В этой плоскости надо рассматривать. А с другой стороны, кто такая ДНР? Какие-то группы людей, но там абсолютно разные группы людей, и они друг друга обливают грязью, и вообще непонятно, что это за образование, что оно из себя представляет. — Но можем ли мы жить, погрузив голову в песок и не замечать очевидного факта существования группировки ДНР? Она же сегодня контролирует полтора миллиона человек, оставшихся на оккупированных территориях. — Я бы не сказал, что она их контролирует. Она не платит им зарплаты, она не обеспечивает социальные какие-то гарантии. Все, что минимально, идет либо со стороны России, либо со стороны гуманитарной помощи так называемого фонда Рината Ахметова, благотворительного, ведь он больше похож на пиар-фонд, и международных доноров. Вот за счет чего? Вот за счет этого и живет республика так называемая. — Ну, кроме того, еще есть 22 угледобывающих предприятия на территории оккупированных районов Донецкой области. Однако многие из них не ведут добычу угля. Там точно также есть сообщение о том, что экономическое положение на оккупированных районах находится в крайне плачевном состоянии. Собственно, это, наверное, и будет ответом на вопрос нашего зрителя, слушателя и читателя, сколько, по нашему мнению, просуществует так называемая ДНР, или как феномены, как группировка, все что угодно, как пропагандистский штамп, видимо, до тех пор, пока будет обеспечивать эти три буквы из российского аппарата и администрации президента, всевозможные аналитические центры, всевозможные экономические структуры, и будет осуществляться в различной форме та или иная экономическая подпитка территории, которые себя считают отдельной республикой, но наши же земляки считают как территории Донецкой области Украины. До этих же пор будет продолжаться издевательство над жителями этой оккупированной территории и эксперименты так называемые «давайте сделаем захаровцев», «давайте сделаем еще что-то». И это, конечно, вызывает боль у нас и лично у меня внутри, потому что видеть то, какие ставят манипуляции на российских телеканалах над нашими людьми, как они перекручивают правду в ложь и наоборот, и как это все воспринимается в обществе, это невозможно наблюдать за этим просто так. Итак, мы продолжаем сегодняшний выпуск разговора с Донбассом. У нас сегодня весь выпуск, рубрика «Донецкая почта». Мы отвечаем с моим коллегой Виталием Сизовым на актуальные вопросы, которые приходят от вас, от наших зрителей, читателей, слушателей. Зайдите на Ask.fm. Это сервис, где работает наш раздел «Донецкая почта». Следующий вопрос звучит так. «Как вы лично относитесь к инициативе о лишении гражданства людей, которые были пособниками террористов, дословно пишет человек, на Донбассе? Я, как житель Донецка, очень поддерживаю такую идею. Как вы думаете, что от нас, простых граждан, требуется, чтобы воплотить эту идею в жизнь? После войны, конечно, пишет нам наш пользователь, читатель или слушатель. Не знаю, мы, я обращу внимание, что слово «террорист» мы не используем в нашей практике журналистской деятельности. И в данном случае я произнес это как исключительно цитату. Итак, Виталий, как ты думаешь, имеем ли мы вообще право давать оценку и давать ответы на такие вопросы насчет гражданства? Я считаю, имею, но, на мой взгляд, надо разделять гражданство и гражданские права. Если человек решил, что это государство ему не надо, он снял с себя обязательства перед этим государством, и государство перед ним сняло обязательства. Я не понимаю, зачем этому человеку голосовать на выборах в стране, которую он не признает факт самосуществования. Тут требуется градация, кого считать пособниками. Я бы даже не использовал слово «террористов», людей, скажем, отрицающих факт государственности украинской и, более того, пытающихся ликвидировать это государство силой оружия. То есть, если человек взял оружие, стрелял в украинских солдат, убивал их, то зачем ему ходить на выборы, я не понимаю. Государство Украина. Но, опять же, лишать его полностью гражданства мы не имеем права, такой практики нет, чтобы мы могли этих людей куда-то выслать. Мы же не сталинский был. На сегодняшний день есть только возможность добровольного прекращения гражданства со стороны наших сегодняшних существующих граждан. Некоторые гражданские права можно не отнять, но как-то подумать, как с помощью суда можно их временно аннулировать. Но, может быть, люди ошиблись и стали жертвами информационной проработки Российской Федерации. Может быть, кто-то сделал неправильный шаг и вступил в боевые группировки сепаратистов. И на сегодняшний день эти люди, может быть, смогут как-то объяснить свою позицию. Это им и не грозит ничем, таким, знаете, страшным. Есть уголовная ответственность, вот пусть отвечают по ней. И, как это, я ошибся, я ошибся и убивал украинских военнослужащих. Я понимаю, как можно так ошибиться и довести себя до такого состояния. Я предлагаю нашим зрителям посмотреть мое небольшое интервью с жительницей Красногоровки, которая себя еще несколько месяцев назад называла гражданкой ДНР. Однако потом, правда, после моего с ней общения, она решила все-таки изменить свою мировоззренческую позицию, перестала быть гражданкой ДНР и вернулась в состояние гражданства Украины. Однако ее ответы достаточно интересны для того, чтобы изучить этот феномен как феномен. Ну, так говорят, знаете, просто Донбасс не слышат. Донбасс, пускай услышат тех, кто занял нашу землю незаконно. А мы сюда никого на свою территорию не звали. Это ДНР вы имеете в виду? Нет, это мы имеем в виду украинскую армию. Мы их к себе гости не звали. Так это Украина же. Украина? А что, они законно сюда зашли на мой город? Они законно сюда зашли на мой город? Так Красногоровка же часть Украины. Да, но мы проголосовали, по-моему, за свободную Донбасс. А где вы голосовали? Я голосовала себя в Красногоровке. А где? Это что было? Выборы? Это были, да, мы такие выборы провели, чтобы был свободный Донбасс. Если они там хотят иметь Порошенко президента... Так это же сепаратизм. Это? А Порошенко закона зашел на престол? Ну, выборы были. Были выборы, и мы сделали выборы. Мы хотели быть свободными, мы не хотим быть с ним. Получается, ваш дом, он смотрит в сторону Донецка, да? Да. А Донецк же там не было украинских войск никогда. Так что вы хотите сказать, что здесь стояли наши ДНРовцы, и по ним же их не стреляли? А вы не допускаете мысли, что они специально могли это делать? Даже не допускаю, нет. Просто есть свидетели, вот в Донецке сейчас есть свидетели, которые говорят, приезжает установка. Сейчас вам кто что скажет, любой скажет, лишь бы его, как говорится, не взяли. Сейчас я вам могу что угодно сказать, понимаете? Но я вам еще раз говорю и повторяю, что пока они здесь стояли, мы могли ходить в магазины, у нас был свет, газ и вода. И ребята, когда тут все горело, они нас в квартиры не пускали, они охраняли нашу жизнь. Когда здесь двойные взрывшиеся снаряды были, они в детской площадке. Ребята, реально, я вам говорю, это было ужасно, это было страшно. Я не допускаю мысли, у меня даже и мыслях такого нет, чтобы свои по своим стреляли. Это все неправда. Так вот мы готовим. Холодной водой мы купаемся, нам воду привозят, конечно. За это им спасибо, потому что реально воды вообще нету, вообще ни света, ни газа, ни воды. Кому им спасибо? Ну, тем, кто привозит. Первый ДНР нам привозили наши ребята, потом сейчас вот украинская армия, им за это тоже спасибо, что привозят. А вы не согласны, вот называют их сепаратистами? Кого? ДНР. Я не согласна с этим. Продолжаем разговор с Донбассом, наша рубрика «Донецкая почта». Третий вопрос, который пришел к нам на нашу страницу ВАСК-ФМ, правда, ДНЮА, звучит так. Будут ли выборы в Донецке и в Луганске считаться выборами, если их проведут сепаратисты? Я бы вообще задал вопрос глубже, а были ли вообще выборы за год независимости в Донецкой области? По-моему, их практически и не было. Ну, формальные признаки выборов, конечно, были, но в реальности мы получали всегда одни и дежели лица. С разной долей погрешности. Конечно, нельзя там голословно заявлять, что там все было сфальсифицировано, но постоянно почему-то выигрывали одни и те же люди, при том, что негативное восприятие их было огромным, колоссальным. Вот вроде никто этого человека не любит, но на выборах почему-то голосуют 90%. На сегодняшний день мы, скорее всего, столкнемся с такой же ситуацией в оккупированных районах, когда 99,9% будет за одного лидера и за одну политическую организацию, которая называется Донецкая Республика, и, может быть, 0,1% будет за другую группировку, которая называется «Свободный Донбасс». Ее курирует Павел Губарев вместе со своей женой и ее братом, который в Испании вербует людей в группировку ДНР. Но мне кажется, что сегодня это, конечно, больше напоминать будет любой выборный процесс на оккупированных территориях, бутафорию, нежели действительно демократические нормы и гражданское общество, которому мы стремимся здесь, на европейской части Донбасса. Так, кстати, называют нашу территорию некоторые сторонники идеи русского мира и Новороссии, и всячески пытаются унизить жителей Краматорской и Мариуполя, что вот, мол, посмотрите, вы не добились европейских ценностей, живя на европейской части Донбасса. Ну, я думаю, что это все штампы пропаганды и влияние как раз кремлевского вектора видеоновостей. Но если возвращаться к вопросу выборов, то сегодня существует несколько форм проведения, возможного проведения выборов на оккупированных территориях, и буквально не так давно, на минувшей неделе, газета «Зеркало недели» опубликовала один из возможных сценариев, когда будет введена миссия Евросоюза и ООН, совместная миссия, даже не то чтобы полицейская, а военная, миротворческая миссия. И под контролем этих людей будут проведены выборы, при условии, что боевики ДНР будут находиться в местах своей дислокации, без права выхода на улицу. И во время голосования, дня голосования и после, независимые наблюдатели и люди из миротворческой миссии ООН будут контролировать этот процесс. Правда, мне слабо представляется процесс участия украинских политических партий в этом всем деле, но для этого есть тоже ответ. В частности, есть предложение, чтобы был ли выбор исключительно по мажоритарной системе, так как два года уже многие политические партии, практически все, кроме, наверное, Кумпартии, прекратили свою деятельность на оккупированной территории, и мало кто сегодня понимает какие-то реалии. Но это тоже видение, все гипотезы и чьи-то оценки. А вот, Виталий, как ты думаешь, насколько реально провести выборы? Нереально и бессмысленно. И здесь, кстати, еще один аспект, а как провести подсчет реестр избирателей? Назвать это действие можно выборами, так же, как назвали референдумом и предыдущими выборами. А зачем вообще? Там всех назначают прямыми указами, Губарева куда-то назначили, кого-то еще куда-то отправили. Этим людям оно не надо, ну как элемент имитации, вероятно. Но это нонсенс, проводить выборы на оккупированной территории. Ну это странно, по меньшей мере. Я помню еще тысячу. Даже по такому алгоритму, как описан, он очень рискованный. И там уравнение с многими неизвестными, которые вряд ли когда-либо будут разрешены. Потому что водить войска, кто сюда войска ведет. И это огромная территория, тут надо много войск каких-то, кто возьмет на себя эту ответственность. Я думаю, что в Брюсселе вряд ли кто-то возьмет. Учитывая так, как себя ведет российская сторона постоянно, я думаю, вряд ли кто-то поставит своих солдат под удар здесь. И другой вопрос. Выборы всегда показатель открытости и демократии того или иного общества. А кто может сегодня представить себе действительно настоящую оппозицию на оккупированных территориях? Неужели это Ходоковский или это Пургин? Я предлагаю посмотреть нашим зрителям также небольшую зарисовку воспоминаний. Наш журналист спросил у Пургина о том, кто же оппозиция в Донецке к организации ДНР. И вот что он ответил. Наверное, у нас строит демократическое государство. Должна быть оппозиция. То есть вы готовы, что у вас будет такая сильная оппозиция? И будет сильная оппозиция у вас? Вы должны понять, что у нас на сегодня отмобилизованное общество. То есть общество, которое идет на войне и находится на войне. Поэтому такой яркой оппозиционности ожидать не приходится именно из-за внешних обстоятельств. В долгом состоянии покоя, возможно, оппозиция более радикальная, более какая-то такая когнитивная. Но на сегодняшний день мы должны понимать, что идет война. И поэтому оппозиционность, она, конечно, есть, но она не настолько ярко выражена. Потому что мы все согласны, что мы должны победить в республике. Андрей Евгеньевич, вот недавно было заявление вот о том, что якобы украинский правительство однострадительное будет оправдировать в Яфрику. Вы что-нибудь об этом слышали? Я слышал, но я не имею подтверждений. И пока я не могу подкомментировать, что не был выполнен. Но выборы противоречит в Минске высоко чтение? Нет, не противоречит абсолютно. Где противоречит? Там написано, что должны пройти выборы, вот они проходят завтра. Но не по украинскому законодательству. Где там указана дата, где там указаны территории. Итак, что же защищают люди, взявшие оружие в руки и вставшие под знамена непонятного образования с названием Донецкая Народная Республика? Это какие ценности и какой выбор сделают эти люди, если произойдут выборы на оккупированных территориях? Вот вопрос ценностей, кстати, весьма актуальный, всегда был, есть и будет. В Донецке, насколько я помню, часто эти ценности, которые являются ценностями для свободного, открытого общества, ну, например, это свобода слова или свобода высказываний, чтобы каждый мог прийти и высказать свое мнение по той или иной, по тому или иному факту, явлению, событию. Сегодня в Донецке это сделать невозможно. То есть ценность свободы слова там отсутствует. Точно так же мы не вещаем в кабельных сетях с Донецкой башней телевизионной и так далее. Соответственно, ценность свободы слова там нет. Ценность равного участия политических партий в избирательном процессе. Неужели там сегодня можно представить политическую партию X или Y, зарегистрированную в украинском Минюсте, которая выйдет с программой своей и так далее к людям, то ценности равного участия тоже нет. Какие ценности тогда у них? Что они выйдут на выбор, это защищать, собственно. Что они защищают, взяв оружие в руки? Выборы, это инструмент демократии, демократии там нет. И поэтому мне кажется бессмысленным вообще обсуждать этот инструмент демократии в контексте этой территории. Так какие ценности они защищают тогда, если они демократию не защищают? Какие-то вероятности... Вот, например, памятник Ленину. Только что наш журналист в Донецке пишет. Вот еду по улице Артема в маршрутке, вижу, стоят памятник Ленину, охраняют. А уже месяц, как покушение на Владимира Ильича, кстати, было. И оно описано было в твиттере Ленина, можно подписаться на него в Донецке. И это ценность памятник Ленину получается? Ценность Владимир Путин, ценность памятник Ватутину? Ценность антидемократия, антисвобода, тоталитаризм. То есть, понятная какая-то схема для части этих людей, которые привыкли так жизнь свою воспринимать. То есть, максимальная цензура и максимальный контроль. Демократия зло, выборы зло. Но может быть это какие-то навязанные. Есть только один лидер Завгар. Ведь люди же понимают прекрасно в своей жизни, когда они сталкиваются с проблемой. Например, когда к ним приходит их директор и хочет их незаконно уволить, и они знают, что это незаконно. Они же начинают куда-то бить в колокола, стучать, ходить и так далее. А вот это битье в колокола, оно же и есть проявление демократии. Есть некое понятие справедливости. И для них оно не тождественно демократии, а не тождественно исполнению закона. Вот, чтобы было по справедливости, по некой... По понятиям. У кого-то по понятиям, у кого-то по справедливости, за правду, как они говорят. Мы воем за какую правду. В чем эта правда заключается, тоже не ясно. Вот, допустим, если, когда говорят, мы воем за... За то, чтобы вернуть украинскую законность на нашу территорию, я это могу понять. Восстановить территориальную целостность, я могу это понять. Когда говорят, мы воюем за правду, это значит, мы не воюем вообще ни за что. Конкретно мы не понимаем, за что мы воюем. Я вот читал комментарии некоторых людей, кто-то там даже воюет за то, чтобы памятник Ватутину стоял в Донецке. Якобы, если он не будет воевать, то памятник Ватутину не будет стоять в Донецке. Но при этом памятник Ватутину стоит в Киеве, в Мариинском парке. И хотя бы там у человека осталось только это единственное оправдание. Вот хотя бы вот за это, чтобы стоял памятник. Ну вот, я сегодня утром как раз проходил мимо памятника Ватутину. В городе Киеве. Да, вот Ватутин стоит, стоит в Киеве Ватутин, стоит в Донецке Ватутин, в Киеве Ватутина никто не трогает. То есть, получается, по логике этого человека непонятно, за что он воюет вообще. Ну, может быть, за то, чтобы Ренат Ахметов не возвращался в Донецк? Насколько угроза Ахметова для их возвращения опасна? По сравнению с теми людьми, которые там сейчас, Ахметов был еще, я не знаю, белым и пушистым. То есть, это был алихарх, для которого первичные деньги, хотя там тоже сейчас первичные деньги, но... Ну да, судя по машине, на которой ездит Мартынов, называющийся мэром Донецка, я не могу сказать, что он себя отказывает в чем-то в комфорте. В какой-то степени он поступал более ответственно по отношению к этой территории, чем те люди, которые там сейчас, которые пилят предприятия, воруют, занимаются откровенным грабежом. Если там были какие-то экономические махинации сомнительные, ну, по крайней мере, была какая-то работа предприятий, какая-то заинтересованность в их работе, то сейчас там, как бы, временщики, нам бы день простоять до ночи, продержаться и быстро все распилить. Почему-то, я не знаю, не думают, что они реставрируют Советский Союз и Хахарина в космос, наверное, отправят с этой территории ЛНР. Спасибо, Виталий, спасибо нашим зрителям. Раз в месяц мы обещаем вам отвечать на вопросы, которые приходят на сервисе АСКФМ, Донецкая Правда или Донецкая Почта, там по-всякому можно найти. Пишите все, что вас волнует, задавайте вопросы, мы, если не будем сами знать ответы на них, будем спрашивать более квалифицированных людей, экспертов и аналитиков. Также можете подписаться на нас на YouTube-канале и быть в курсе новостей ежедневных, а также ежепятничных разговоров с Донбассом, которые выпускают мои коллеги из Славянска. А еще новая программа из Мариуполя, неделя Мариуполя, посвященная жизни этого населенного пункта, теперь будет также доступна по пятницам на нашем YouTube-канале. Сегодня на этом все, до свидания. Донецкий институт информации. Это общественная организация, созданная в 2009 году в городе Донецке. Когда в наш регион пришла война, гуманитарный кризис и фактически катастрофа, наши журналисты, волонтеры, аналитики, эксперты сконцентрировались на проблемах обычных людей. Для того, чтобы делать еще больше новостей, репортажей и сообщений как из оккупированных районов, так и освобожденных, нам необходима ваша поддержка. Обращайтесь на наш сайт для того, чтобы найти реквизиты, помощи нашей общественной организации. Только вместе с вами мы сможем создать независимые и честные новости о Донбассе. Донецкий институт информации. Мы видим проблемы и ищем пути их решения вместе с вами. Это программа «Поделитесь» на общественном ТВ Донбасса. И с вами Виолетта Тарасенко. 19 февраля в пяти областях Украины были приостановлены выплаты вынужденно перемещенным лицам. Выплаты были приостановлены в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. По словам министра социальной политики Украины Павла Розенко, таким образом СБУ борется с мошенниками, которые построили на выплатах целые схемы. Розенко утверждает, что переселенцев, которые не замешаны в схемы, не будут лишать пособий. А сама проверка будет проходить через базы данных. Поэтому выехавшим из оккупации людям не надо будет ходить в управление соцзащиты. На основе решений правоохоронных органов, СБУ, Державной имиграционной службы, национальной полиции, то что, может быть тем временем приостановлены выплаты вынужденным переселенцам. Но опять же говорю, если случилась выплатка, если вдруг кто-то где-то, 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 действительно неправильно подошли, выплата будет восстановлена в полном обществе с момента ее присупинения. Служба безопасности Украины утверждает, что около половины зарегистрировавших статус вынужденно перемещенного лица проживают на оккупированной территории Украины, что является незаконным. По информации ведомства, фиктивные переселенцы причиняют ущерб государству ежемесячно по несколько миллиардов гривен. В том числе выплаты зарегистрированы и на так называемых мертвых душ, а также на пропавших без вести. На пресс-конференции глава СБУ Василий Грицак, как доказательство мошенничества, заявил, что в Северодонецке Луганской области по адресу Новикова, 15-Б, зарегистрировано около 7 тысяч переселенцев. Но стоит заметить, что по этому адресу находится Управление труда и соцзащиты населения. Там имеют право регистрироваться переселенцы, которые не имеют постоянного места жительства. СБУ подготовил так называемые черные списки для управления соцзащиты с фамилиями якобы фиктивных переселенцев. Тем не менее, есть и такие, кому выплаты заморозили и без никаких на то оснований. В Мариуполе с 26 октября 2015 года. До этого я проживал в Харьковской области. Со Стеханова Луганской области мы выехали в августе 2014 года. До этого проживали в Харьковской области. Но так как Харьковская область перенасыщена переселенцами, мы были вынуждены переехать в город Мариуполь, потому что здесь и жилье дешевле, и жизнь дешевле. Сам я активист, сам я волонтер Харьковского юрмайдана. Я попал в списки мошенников, как называется, которые неправомерно получают адресную помощь. Я не знаю. Я никогда не пересекал границу с так называемыми республиками оккупированными. Для меня это новость. Сегодня в соцзахисту города Мариуполь, Арджиевский район, устно мне сказали, что моя доведка заблокирована. И мне нужно будет написать заявление, чтобы мне выдали доведку новую. На улицах оккупированного Донецка огромное количество объявлений о переоформлении пенсии и пособий переселенцев. Естественно, за вознаграждение. Кроме этого, с улыбкой к пенсионному туризму относится и глава группировки ДНР Александр Захарченко. По его словам, фиктивные переселенцы работают им на руку и помогают рушить экономику Украины. По поводу того, чтобы они пересекали, пенсии не получали. Но, скажу откровенно, одна из военных хитростей, которые использовали все практически воющие страны, это разорвение противника, даже экономически. То есть, получение двойных пенсий, тем самым ослабляем экономику Украины. Вперед, ребята, получаем все. Наши журналисты в Славянске и в Мариуполе спросили у жителей, как они относятся к приостановлению выплаты переселенцам и что они вообще об этом знают. Скажите, знаете ли вы, что недавно государство объявило о том, что будет бороться с фиктивными переселенцами? Да, слышала. А как вы к этому относитесь? Положительно. Вы считаете, что нужно как-то пересекать? Нет, если есть фиктивные, то, естественно, почему за наш бюджет мы должны страдать? Мое мнение двоякое. С одной стороны, почему бы и нет, а с другой стороны, ну, если люди захотели остаться там, пусть остаются там. То есть, такое, как бы, якобы небольшое предательство. Ну, всем удобно, пусть живут. Не могу ответить. Пусть борются. Они сами с собой не могут разобраться, а то еще с кем-то борются. Как вы считаете, это необходимая мера? Конечно. А почему так не это? Я сама из Луганска. Ну, мне обидно, что некоторые получают, например, пенсию там и там. А вот, например, мой отец, он в Луганске, я его сюда забрать не могу по состоянию здоровья. Он получает только то, что платят на той территории. И все. У меня сейчас вопрос не столько о пенсиях, сколько об адресной помощи. Адресную помощь, ну, хорошо. Вы считаете, что не нужно, да, ехать людям, которые ездят туда куда-то? Ну, за адресную помощь я не знаю. Я получаю. Я получаю. Мои знакомые тоже, которые снимают квартиру. Потому что мне, например, обходится квартира очень дорого. Мне даже этих денег адресной помощи не хватает, чтобы ее оплатить. Ну, если это действительно имеет факт, и это реально, то, разумеется, отрицательно. А если люди действительно нуждаются, являются настоящим переселенцем, то они только пострадают от этого. И нужно тщательно разбираться в каждом конкретном случае. То есть они там живут, приезжают сюда, получают адресную помощь, уезжают обратно. Тогда я против этого. Вам в глобальном отношении? Да и в глобальном, и в локальном. В глобальном я бы рекомендовал, знаете, что вам прочитать? Утопию Тома Самора. Я знаю, что здесь происходит изначально. Что здесь вообще происходит? А то, что переселенцы, не переселенцы, это субъективный подход к территории. На самом деле просто вкинули. Когда с-за бугра нам помогали. Думайте вообще. Вы понимаете, что происходит? У нас кто тут? Марксисты, ленинисты. Кто здесь остался? Здесь глобальные системы работают. А здесь просто остались не мыслители, а, извините, субъекты переработки. Общество мертво тогда, когда стар, Влад не уважает стар. Мы это видим. Что здесь остается? Давайте рационально подойдем. Мы будем дожирать своих стариков, поставим глобальный вопрос. Как коммуналку будут платить? Что они будут загинаться? Кто будет хоронить? Что мы здесь будем делать? Вот об этом думать. А то, что вот эта политика, пускай себе засунут, знаете, вот это Аромани и себе в одно место засунут. Блэк-джек очко будет. Во, по-нашему. Очко классно. Так и должно быть. А почему вы так думаете? Ну, потому что действительно может быть. Ну, мы знаем, например, есть даже со своих знакомых, которые действительно получают пенсию здесь, и на территории ДНР, этим хвастаются и рассказывают нам. Это действительно так. Ну, я думаю, что это не очень законно, это неправильно. Люди вынуждены жить в таких условиях и в таких понятиях. Это незакономерно, и нет выработанного никакого механизма. Просто так случилось, что вот вдруг в один день 150 тысяч переселенцев стали, не перестали получать соц. выплаты. Ну, это нарушение законодательства, нарушение прав человека. Есть, конечно, дельцы, которые, извините, хотят и там получить, и там получить. Ну, что, с такими надо бороться. Ну, я думаю, надо. А почему так? Ну, как бы тратятся на них деньги бюджетные. Поэтому лучше они пускай останутся в казне, чем будут раздаваться. Да, действительно, надо заняться, потому что много зарегистрировано у нас в городе, действительно, проживают тут единицы. Поэтому, думаю, надо ликвидировать этот институт. Как адвокат, я не понимаю, как может быть письмо, быть основанием для того, чтобы приостановить какие-то выплаты и так далее. Это право переселенцев. Плюс тут же правильно было замечено на круглом столе, что существует некая дискриминация тогда среди переселенцев. То есть одни в черном списке каком-то, другие не в черном. Одни приостановили, другие не приостановили. Ну, как бы вопросов много, пока ответов очень мало, на мой взгляд. С вами была Виолетта Тарасенко и программа «Поделитесь». Увидимся на общественном ТВ Донбасса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова